Здравствуйте! Наше задание выполнить следующее действие. Ответ упростить. Перед нами три рациональных выражения. Мы должны от первого выражения отнять второе и прибавить третье. Как и при вычитании или сложении обычных дробей, нам нужно найти общий знаменатель. А для этого мы должны выяснить, чему равно наименьшее общее кратное трех знаменателей х плюс 5, 2х минус 10 и х квадрат минус 25. Чтобы это сделать, нужно разложить на множители все три знаменателя. Тогда наименьшим общим кратным будет значение, содержащее все множители каждого знаменателя. Итак, х плюс 5 разложить на множители никак не получится, поэтому так и оставляем. Следующий знаменатель 2х минус 10. Мы можем вынести 2 за скобки. Тогда это будет равно 2 умножить на х минус 5. А что касается х квадрат минус 25, то это разница квадратов. Значит, это то же самое, что и х плюс 5 умножить на х минус 5. Мы разложили знаменатели на множители. Теперь давайте запишем наименьшее общее кратное или общий знаменатель. Это должно быть такое выражение, которое содержит в себе каждый из этих множителей. х плюс 5, 2 и х минус 5. А эти множители мы уже упоминали. Значит, общий знаменатель должен содержать в себе 2, х плюс 5, х минус 5 и х плюс 5, умноженное на х минус 5. Но, как вы заметили, эти множители у нас уже есть. Это и есть общий знаменатель. Давайте запишем его для каждого выражения. Итак, здесь 2 умножить на х плюс 5 умножить на х минус 5. И здесь 2 умножить на х плюс 5 и умножить на х минус 5. Мы могли сразу записать числители, которые получатся, а потом вычесть и сложить. Но давайте не торопиться и делать все шаг за шагом. Так вы сможете во всем хорошо разобраться. Чтобы из х плюс 5 получить знаменатель 2 умножить на х плюс 5 умножить на х минус 5, на что нужно умножить х плюс 5? Мы должны умножить х плюс 5 на 2 и на х минус 5. А если мы умножаем знаменатель на что-то, то на это же что-то мы должны умножить и числитель. Если мы умножим 1 на 2, умноженное на х минус 5, то в итоге мы получим 2 умножить на х минус 5. Эту единицу не обязательно записывать. Здесь ставим минус. А чтобы из 2, умноженного на х-5, получить вот этот знаменатель, на что его нужно умножить? У нас есть 2 и х-5, следовательно, нужно умножить на х плюс 5. Вот этого множителя первоначально в знаменателе второго выражения не было. Значит, нам нужно этот знаменатель умножить на х плюс 5, чтобы получить вот этот. Но если мы умножаем знаменатель на х плюс 5, то на х плюс 5 мы должны умножить и числитель. Следовательно, в числителе второго выражения будет 2 умножить на х плюс 5. Правильно? Мы 2 в числителе умножили на х плюс 5, и на х плюс 5 мы умножили и знаменатель. И, наконец, последнее выражение. Чтобы из знаменателя х плюс 5, умноженного на х минус 5, получить знаменатель х плюс 5, умноженное на х минус 5 и умноженное на 2, то есть из этого знаменателя получить этот, мы умножили его на 2. А если мы на 2 умножаем знаменатель, то, соответственно, и числитель мы также должны умножить на 2. А 2 умножить на 2х – это 4х. Здесь мы всего лишь умножили и числитель, и знаменатель на 2. Здесь мы умножили на х плюс 5. А чтобы из этого выражения получить это, мы умножили на 2, умноженное на х минус 5. Давайте здесь тоже запишем знак умножения как точку, поскольку этот крестик можно принять за переменную х. И, конечно же, у нас плюс так и остается. Теперь можно сложить и вычесть. Вычесть выражение – это то же самое, что и прибавить это же выражение, только со знаком «минус». Запишем все под одной чертой дроби. Итак, общий знаменатель у нас 2 умножить на х плюс 5 умножить на х минус 5. А что будет в числителе? Мы сразу раскроем скобки. 2 умножить на х минус 5 равно 2х минус 10. И далее идет минус 2 умножить на х плюс 5, а это то же самое, что и минус 2х. А минус 2 умножить на 5 равно минус 10, значит, минус 10. И осталось еще прибавить 4х. Попробуем упростить числитель. 2х и минус 2х в сумме дают 0, вычеркиваем их, и в итоге у нас остается 4х минус 10 минус 10, то есть минус 20. Это в числителе. А в знаменателе 2 умножить на х плюс 5 умножить на х минус 5. Что можно еще сделать? Мы можем 4 в числителе вынести за скобки. Если мы вынесем за скобки 4, то здесь будет 4 умножить на х минус 5. И если мы предположим, что в данной ситуации х не равен 5, так как в противном случае наше выражение станет неопределенным, то мы можем сократить числитель и знаменатель на х минус 5. Итак, делим и числитель, и знаменатель на х минус 5. Также мы можем еще сократить на 2, и числитель и знаменатель делятся на 2. 4 делить на 2 – это 2, 2 делить на 2 – это 1. Таким образом, в числителе остается только 2, а в знаменателе только х плюс 5. А теперь послушайте внимательно, что я вам сейчас скажу. Если мы хотим, чтобы наш ответ был действительно упрощенной версией первоначального выражения, мы должны убедиться в том, что в обоих случаях область допустимых значений одна и та же. Запишем область допустимых значений для первоначального выражения. Итак, область допустимых значений – все действительные значения х, кроме х, равного минус 5. Другими словами, х не должен быть равен минус 5, и х не должен быть равен 5. И если вы хотите, чтобы и первоначальное выражение, и наш ответ были абсолютно идентичными, то мы и в ответе должны записать эту же область допустимых значений. Некоторые не сильно переживают по этому поводу и оставляют ответ в таком виде. Но это неправильно. Если подойти к этому вопросу со стороны функции, то это будут абсолютно разные функции. Поэтому в ответе мы должны записать, что область допустимых значений – это все действительные значения х, кроме… А если мы посмотрим на это выражение, то какая здесь будет область допустимых значений? Это будут все действительные значения, кроме минус 5. Но если мы хотим, чтобы все было правильно, мы должны записать, кроме х, равного минус 5… Итак, это область определения вот этого выражения. Но если мы хотим, чтобы в ответе была такая же область допустимых значений, как и в первоначальном выражении, мы должны дописать и, кроме х, равного 5. Надеюсь, все было понятно. До скорых встреч!